Приехал я только на дачу. Сегодня у моей любимой жены день рождения. Завтра мы хотим отмечать его. Ну и все. Приготавливаем потихоньку. Завтра гости приедут. Моя гузка нормально, но надо еще одну купить, чтобы ей скучно не было, то она одна ходит туда-сюда. Наша кожа, козы, козы. Тоже все нормально. Сейчас только покушали, я их накормил. Сейчас немножко такой небольшой обзорчик покажу, что мы начинаем приготавливать. Приедут Галины родители, друзья наши, братья, сестры приедут. Вот так вот. И вот тут внутри мы будем кушать, если дождь будет идти. Два стола уже накрыли. Сейчас моя галюсик приедет. До конца еще доделаемся. Все-таки у нее юбилей. А юбилей надо хорошо отметить. Я так считаю. За счет короны нельзя. Там Гали снимать или что-то. Ну мы решили на даче простенько отметить его. Тут я уже две грильницы приготовил на завтра. Конечно. Или мы это, в холодильник засунем, чтобы они это... Там даже места не кладут. Ну пару хотя бы. Что, не залезет? Надо сюда колу засунуть. Колу, фанту, шпрайт. Сейчас. Вот наша именинница. Работает? Работает. Красиво все как сделала. Ждет гостей на завтра. всем привет еще раз от меня хотим вам показать как мы украсили красиво стол на день рождения сегодня день рождения завтра у нас гости и мы уже украсили уже неделю это все по чуть-чуть толстолы привезли потом начали бумагу один раз вы приехали как-то сделали потом купили декорацию и сегодня я уже сегодня не вчера я еще и салфетки эти делала поздно вечером сделала такие конвертики делала тоже видео с ютуба смотрела и делала ну ну так вот ничего повешали уже последний штрих уже был шарики повешали и этот и вилки ножики у нас будет пластиковые стаканы и пластиковые тарелки потому что у нас все равно будет многое как бы да все только свои родные о азиатте завтра еще вот надо будет салаты приготовить мы будем делать гриль мы будем жарить мясо колбасу там такой вот пакушку здесь отварим но это мы тоже завтра снимем на все сделаем здесь все все уже готово едем домой братья мои первые гости уже едут на первые гости отмечать потому что ну как в том году не получалось так сильно праздник делать всегда мы всегда боялись пригласить гостей побольше да и сюда вот так вот по чуть-чуть приглашали но теперь у нас как бы все более сейчас открывается много что легче стало чуть-чуть да да вздыхнуть и дышать нам дали да и за этого мы можем теперь поболее пригласить но это тоже да это как бы семья у меня большая да и вот только родные вот родители и братья сестры и все и как бы да свекровка придет лариса придет и еще друзья наши придет одни да ну и все сколько нас будет если посчитать так ну не знаю 18-19 человек я думаю места всем хватит здесь как будто душно да сидеть а вот ну если так перекусите на улицу сразу я тоже так думаю если будет погода сегодня у нас 28 градусов жары если завтра обещают что будет прохладно до 23 градусов я думаю дождя не было нам дочь вообще не нужен ну поэтому мы накрыли внутри чтобы это потому что все равно да кто его знает погода не отгадаешь лучше мы покушаем потом а кто хочет мы можем на улицу выйти там а сидеть у нас там тоже стол уже большой стоит готовы так что мы будем на а потом а потом а сидеть еще один стол если будет все захотят на улице сидеть еще один стол поставим да и стулья у нас тоже на кухне тоже их вытащили так что все все уже обдумано и и как-то все все сделается я всех жду с нетерпением я конечно сегодня тоже устала ну ты же рада у тебя же юбилей у меня юбилей да рада то что все родители все братья приедут сестра мы когда встречались все вместе что вот когда у нас последнее событие было это когда у тебя там пошел первый класс да у нас вот что так вот был большой праздник тогда но видео тоже оно есть когда вот наш пошел маленький самый младший в первый класс это мы тоже у нас видео есть там можете если кто новенький пролистаете посмотрите и вот так вот на сегодня мы на даче готова поедем домой что-то тоже дома покушать приготовить сегодня еще ничего не ели так что мы едем домой а потом остальной кусок уже будет завтра завтра